О том, что стоит за медалями, знают лучше, чем кто бы то ни было, волевые, выносливые, трудолюбивые и целеустремленные спортсмены. Своими рекордами они прославляют страну, а главной наградой для них является чувство удовлетворения от новой покоренной вершины. Успех дела в том или ином виде – это настрой самого спортсмена, профессионализм тренера и, конечно же, поддержка и вера в его способности со стороны окружающих. Поддержку брестским чемпионам оказывают областные и городские власти. Мощной опорой в становлении является представительство Национального олимпийского комитета. Мы постоянно уделяем внимание нашим спортсменам, которые достигли уже определенных результатов, да и, в общем-то, всему спорту в целом в области. Я думаю, уже действительно не зря приобрела брестская область славу, скажем, и брест конкретно спортивного города. Сегодня действительно у нас много серьезных объектов, одних из лучших объектов спортивных, где занимается большое количество детей. Ну и приятно, что из них вырастают, в общем-то, квалифицированные спортсмены, которые уже даже в юном возрасте, сегодня будем чествовать наших волейболисток, которым по 16 лет, но они уже стали бронзовыми призерами чемпионата Европы. Это большое достижение. Много молодых ребят, которые сегодня достигли больших успехов на соревнованиях различного уровня. Это и на этапах Кубка Европы, и на чемпионате Европы. Говоря о нынешних победах, спортсменов нельзя не признать, что результаты были достигнуты высокие. Медали в новом олимпийском цикле на счету брестских спортсменов 6, 1 серебряный и 5 бронзовых. В этом году на официальных международных стартах себя показали легкоатлетка Юлия Леонтьюк, тяжелоатлетка Людмила Панкова, дзюдоистка Дарья Скрыпник, а также 8 брестских волейболисток, завоевавших бронзовые медали на чемпионате Европы в Голландии в составе юниорской сборной. За высокие достижения спортсменам, присутствующим на торжестве, были вручены денежные сертификаты от представительства НОК Беларуси в Брестской области. Тренеры тоже не остались без внимания. Я хочу вам пожелать, чтобы здесь вы тоже стояли в качестве олимпийских чемпионов и призеров. И когда вас чествуют, никогда не забывайте, что это успех не только ваш личный, но и целая команда, за вашей спиной труд, тренеров, которые часто остаются в стене, руководителей, которые смогли найти деньги, чтобы вы поехали на различные соревнования. Многие, кто за вас болеет, поэтому будьте благодарны и забывайте, что вместе с вами вся страна и вся ваша алимпийская команда. Ощущения были нереальные, потому что все-таки 16 лет, никто не мог войти в тройку после 88-го года. Вот, мы это сделали. Будем работать, в следующий раз попасть. И мы были очень удивлены, что нас встретили в Минске. Родители, федерация поздравили, цветы подарили. Останавливаться на спортивных достижениях обрещание не просто не желает, не умеет. Каждый новый рекорд для них – новый шаг на пути к олимпийской вершине. И так много времени прошло с тех пор, как спортсмены вернулись на родину с весомым багажом достижений и впечатлений. Однако у каждого из них уже есть планы на будущее. Работа над собой, активные тренировки – то, что всегда в приоритете. В послании президента нашего к народу и национальному собранию он все-таки был не удовлетворен тем, как выступили наши спортсмены на Олимпийских играх. Вот, поэтому нам есть действительно над чем работать. И надеемся, что вот эти наши молодые спортсмены, сегодня начался новый цикл олимпийский, они достигнут больших успехов. Ну, а власть конкретно исполнительная и национальный Олимпийский комитет, я знаю, конечно, будут всячески стараться помочь для того, чтобы они достигли серьезных успехов на международных соревнованиях, ну и, естественно, на Олимпийских играх. София Бережная, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.